Завернувшись в удобное одеяло, на всех парах спешу рассказать вам про палетку Джеффри Старра. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Саша, рада видеть вас снова на своем канале. И в этом видеоролике вы услышите от меня не только ревью и несколько макияжей с палеткой Джеффри Старра, которая называется у нас Star Ranch, но еще и так же я поведаю немножечко о своих отношениях, о туши, которая у него вышла в последней оранжевой коллекции. Это не будет до конца сформулированное мнение, как раз таки поэтому я решила и не привносить эту тушь на превью, потому что это будет некие такие первые, вторые, третьи впечатления. Я еще пока буду ее тестировать, а там уже время покажет, куда я ее смогу определить, или фавориты, или же все же в разочарование. А так в подавляющем большинстве вы здесь будете созерцать макияжи с этой палеткой. Три макияжа я вам покажу в нанесении, они будут совершенно разной интенсивности и настроения, и также в выводах я покажу еще вам три макияжа, которые я осуществила в процессе тестирования этой, забегая вперед, великолепной палетки тюней. Для тех, кто любит максимальную информативность, я, конечно же, пропишу все тайм-коды в описании, традиционно, как и во всех своих остальных роликах. А те, кто зашел просто посмотреть на макияжи и на немножко болтающую в кадре меня, располагайтесь поудобнее, заваривайте свой любимый чай, организовывайте любимый кофе, или же мутите свой походный какао с маршмеллоу, и приятного всем просмотра. Наверное, начнем, как и всегда, с самого более такого нюдового макияжа до самого такого наиболее концентрированного и цветастого. И я надеюсь, что получится мне здесь сочетать, ну, максимальное количество макияжа в этом ролике, потому что мне хочется вот прям возможную вариативность отсюда вытащить. Кстати говоря, к слову, сейчас в кадре у меня горит свеча, и это у нас и фраше, и это оранж фондан, и она мне вообще не нравится. И не потому, что она как-то мерзко пахнет, а потому, что ее аромат я еле-еле улавливаю, и он не несет в себе какой-то сочности, какой-то атмосферности, чего-то вот прям классного, интересного. Он вообще не цепляет, он какой-то вообще прям ни о чем для меня. И я расстроена, потому что та свеча, которая вот ежевичная, фиолетовая, вышла у уфраше из новогодней серии, она все же значительно более атмосферная получилась. Ну, ладно, приступаем к нанесению первого макияжа с палеткой Джеффри Стар. И в качестве базы я возьму любимую арт-деко. У палетки есть очень удобное зеркало, в которое как раз-таки я и буду краситься. И сама палетка не имеет какого-то критического веса, чтобы быть в эксплуатации сложной или же неудобной. Давайте все же я закреплю немножко базу пудры, которая идет в палетке Born This Way от Too Faced, которая самая средняя, такая центральная пудра. Я ею время от времени пользуюсь как раз в качестве закрепляющего такого элемента для базы арт-деко в последнее время. И, наверное, начнем нанесение макияжа самого безопасного и самого легкого оттенка, который называется Як Фарм. И он представляет из себя некий такой спокойный, нейтральный коричневый оттенок. Он очень такой, действительно, по-хорошему нейтральный. Пылесце, умеренное, все на грани разумного. И, судя по тому, что я замечаю, он очень неплохой в своей пигментации. Но было, конечно, глупо ожидать от Джеффри Стара какой-то посредственной пигментации или плохого качества пигмента. Это совсем прям нелепо. И он в два взмаха просто мне растушевался на раз-два. Офигенно. Я, в общем-то, могу его еще чуть-чуть здесь углубить. Вообще. И, наверное, задней стороной кисточки, кстати говоря, это Urban Decay'овская кисточка из палетки Naked Honey. Вот этой вот задней стороной, которая у нас выходит сплющенная такая, я подведу также и нижнее веко. И на подвижное веко давайте нанесем тогда при помощи плоско-пушистой кисти, моей любимой, оттенок, оттенок, оттенок. Конечно, было бы просто нанести вот этот или вот этот, а я хочу что-нибудь прикольное. Давайте нанесем Star Creek. Зелененький. Шикарный оттенок. И, насколько я понимаю, у него еще также утонченный отблеск зеленого. Также еще он такой мерцающий, как немножко сатиновый. На кисть набирается чудесно. Слегка его стрясу, чтобы у меня это все не осыпалось под глаза. И начнем наносить. Клевый цвет. Мне кажется, у Джеффри Старо это как раз и получилась. Та самая палетка, которую многие ожидали. Вариативный, забористый, классный нюдец. Шикарный. Мне очень нравится, что получилось просто восхитительно. И во внутренний угол глаза. А тут уже сложно, кстати, что-то решить. Потому что ничего такого подсвечивающего нет. Этот достаточно насыщенный для того, чтобы быть во внутреннем углу глаза. Какой бы выбрать? Ну, давайте возьмем стальной такой голубой, который называется Casper MTN. Я думаю, что это будет не очень хорошо смотреться. Но свою определенную изюминку он привнесет в этот образ. Слушайте, нормально. Нормально. Я думала, вообще прям не впишется радикальным образом. Но все вписалось прекрасно. Так еще с учетом того, что я просто двумя розчерками просто этого создала. Не тушевала. Осыпаний практически вообще, кстати, нет. Максимально простой, максимально не геморройный макияж. Прокрашу второй глаз тогда и приступим к нанесению туши. Эта тушь у Джеффри Старра вышла в трех или в четырех новых оттенках. Как раз-таки я взяла самый-самый темный. Здесь уже не классический черный футляр, каким он, кстати говоря, был у него в первых запусках. Самая первая, самая оригинальная. Это черный футляр и красная надпись, а это уже вот такая рыженькая и насыщенная шоколадного оттенка. Щеточка необычная, очень необычная. Но мне кажется, то ли у Герлен, то ли еще у кого-то такая щетка уже была когда-то. Не могу вспомнить точно, но точно знаю, что такое где-то было. Она совершенно не уникальная, но я так полагаю, она будет очень удобной в эксплуатации. У Джеффри Старра, если что-то выпускает, это 100% должно быть мега крутое или мега ужасное. Итак, прокрашиваем ресницы и разделяет она очень неплохо. Правда, мне кажется, как будто бы недостаточно много набралось на кисть. Надо еще что ли опустить тогда ее. Давно хотелось иметь в коллекции коричневую тушь. И тут как раз-таки идеальная комбо вышла. Слушайте, да, она разделяет классно, прочесывает хорошо, не склеивает. Мне пока нравится, что она делает. Я туши в один слой не ношу. Как правило, в три слоя. Ну, очень мягкий натуральный результат. Даже с учетом полного макияжа смотрится тушь вполне себе неплохо. И ее коричневый оттенок явно читается. Мне кажется, это у него влагостойкая формула. Нечто похожее, что в Sky High, кстати говоря. Ну, проверим вечером перед макияжем, как это все будет выглядеть. Нанесла тушь, и пока что, по первым впечатлениям, хочу сказать, что консистенция у нее оптимальная. Она вовремя схватывается навеки, не задает проблем. Каких-то склеиваний критичных также от нее я не заметила. Какого-то прямо неприятного аромата в себе она не несет. И, в общем-то, все в порядке. Она вот сейчас уселась, улеглась. И стала чуть более насыщенной на ресницах, чем когда она была свежая, свежая, прям нанесенная. И вот какой образ сегодня с продуктами Джеффри Стар у меня получился. Очень нравится макияж, и вообще вся гамма палетки мне очень нравится. И если по качеству все остальные цвета будут вложиться так же, и все будет чудесно в тушевке и в нанесении, то, пожалуй, я прям определю палетку, фавориты, и явно куда-нибудь к себе запишу. И она от меня получит звездочку. Как бы иронично это в разрезе бренда Джеффри Стар. Стар не звучало. Взъерошенный апдейт после 8 часов носки. И, как уже видно невооруженным глазом, тушь у меня изрядно осыпалась. И это, кстати, не первый раз. Не первый раз, как она на протяжении дня у меня осыпается. Я ее убираю, она все равно осыпается у меня. А так, по стойкости теней, все замечательно. Они не потускнели, и все отлично. Комфортно. Ничего глаза мне не раздражает, не тянет, не болит. Все с тенями отлично. А вот с тушью будем дальше пробовать за тест. После неоднозначного тест-драйва туши Джеффри Стара, пожалуй, сегодня займемся сугубо только палеточными делами. Но прежде чем приступим к этому моменту, мы зажжем свечку. Янки Кэндалл, которая называется... Которая называется Клиффсайд Санрайз. Некие такие закатные мотивы. Очень красивые, очень романтичные. И сама свечка пахнет какими-то вот тропиками. Прям фруктами. Я чувствую тут совершенно точно что-то типа манго. Можно даже персик. И какие-то цветочные такие вайбы также имеются. Зажжем ее. Поместим в свечечку по форме. И отложив чуть подальше, начнем нанесение макияжа. И в этот раз, пожалуй, воспользуюсь базой Urban Decay. На этот раз у нас будет Anti-Agent. И посмотрим, какова будет стойкость теней Джеффри Стара на этой базе. И, наверное, сегодняшний макияж буду делать больше в синей-голубой гамме. Я очень боюсь, что получится трэш. Но попробовать обязательно надо. Тем более, я склоняюсь к тому, что синие оттенки у Джеффри Стара должны быть так же вообще прям не хуже, чем какие-либо другие, которые он делал. Поэтому, наверное, знаете, сделаем с места в карьер и будем наносить оттенок Grand Prismatic. Пронзительный, насыщенный голубой и очень-очень плотный оттенок в складку. Без каких-либо транзитных, без закрепления базы. Просто вот так вот. И он действительно очень плотный. Так, я полагаю, мне придется взять другую кисточку, чтобы его подтушевать. Потому что чувство складывается, что сейчас я иначе себе до брови просто растушую. А кисточку возьму чистую, чтобы просто сгладить это все. Пигмента тут много. Но мне кажется, должно получиться неплохо. Так, затемню, наверное, так же, этим же оттенком самую-самую такую насыщенную точку макияжа нанесу. На нижнем веке, пожалуй, знаете, вот не будем как-то ударяться в клише макияжный, да. Давайте нанесем оттенок Wyoming. Это вот такой вот шоколадненький цвет. Я думаю, он будет очень плотный по своему содержанию пигмента. И очень хорошо будет работать на веке. Да, плотный. Но здесь у меня и база нанесена. Поэтому логично было, что нанесется он плотно. Вот как-то так вот. Причем плотный, без проплешин. О, прям Джеффри Стар в лучшие годы. Очень-очень круто. Ну что ж, сюда, наверное, стоит нанести что-нибудь, что-нибудь. А что нанести бы сюда такое вот интересное из всей этой палетки? Наверное, давайте ко внутреннему углу глаза нанесем более светлую блестяшку. И ко внешнему углу глаза какую-нибудь более насыщенную, более синюю. Ну, ко внешнему, я так полагаю, вот этот будет неплохо смотреться. Да. Он должен неплохо смотреться. Совершенно точно. И набирается он хорошо при помощи плоско-пушистой кисти от Сойва. Так, стряхнем чуть-чуть, а то мало ли начнется. Хм, почему-то он наносится прозрачненько. В рефере он выглядит куда более плотным. А на веко ложится не столь прям ярко и концентрировано. Хотя, если поднабивать, смотрите, даже кожи под ним не видно. Ну, в принципе, неплохо, неплохо. И что самое главное, что он и веко прям-таки не кукожит, адски. И выглядит очень даже. А теперь главная проблема. Что добавить на подвижное веко к внутренней области? Ну, пусть тогда будет некий такой пересеченный вариант. Рикошет это Open Range. Мне кажется, это вообще прям самый мягкий оттенок должен быть в палетке. Но не факт, не факт. Вот куда-нибудь вот сюда его. Очень красивый цвет. Я подобное люблю на повседневку. И они, кстати, на подвижном веке неплохо так втушевываются друг у друга. И не создают какого-то такого эффекта пожухлого века, помятого века. Все вполне себе. Вот как-то так что-то вышло. Во внутренний угол глаза, в самую такую часть, центральную, акцентную, надо нанести что-нибудь сияющее. Возьмем тогда Owl Eyes. Золотистый цвет. Я не думаю, что он хорошо сюда впишется, но попытать счастье можно. Слушайте, нормально вписался. Я думала, будет хуже. Я думала, будет совсем плохо. И вот все так же, кстати, ношу. И вот на слизистую попало, мне ничего не щиплет. Вот хоть бы так все продвижалось бы весь день. Осыпание, кстати, незначительное есть. Есть немножко, есть. Ну что, мне кажется, настало время для того, чтобы создать макияж на втором глазу. Прокрасить ресницы и посмотреть, что в конечном счете у меня получилось с этим павлинием пером. Конечный образ выглядит как-то так. Но мне кажется, что если я добавлю к нему верхнюю черную слизистую и прокрашу нижнюю слизистую каким-нибудь там салатовым каялом, это поможет привнести чуть больше контрастности в этот безумный образ. Ну и вот, что у меня в итоге получилось. Мне кажется, сюда бы очень круто подошли бы веснушки. Но я, пожалуй, не буду их делать сейчас. Просто посмотрю, насколько хорошо легли все же текстуры, сияющие на подвижное веко. Как они сочно и ярко легли. И осыпания в работе были минимальные. Это, конечно, дорогого стоит. Обязательно, опять же, приложу чек-ин в конце дня и апдейт по носке. Но пока что мне в работе палетка очень и очень нравится. С момента нанесения макияжа прошло порядка 8 часов. И кое-где уже можно видеть на верхнем веке, что у меня тушь где-то вот осталась. Это очень странно. Вообще не похоже на мою любимую тушь. Ну, видимо, просто в форс-мажорный день у тушь случился. Но так по стойкости все изумительно. Ничего не окислилось, не уехало. Но на подвижном веке чуточку-чуточку где-то заметно затекание. Вот именно в той области, где ближе всего к переносице подвижное веко. Но это настолько незначительное что-то. Настолько. Это просто. Я даже сама еле-еле сейчас зеркало это рассмотрела. То есть это вообще и рядом не стоит с теми лютыми затеканиями, которые у меня бывали с некоторыми другими продуктами. Прямо когда до мяса. Ну, тут реально вообще ничего не видно. Если бы я не стала бы вглядываться, я бы вообще ничего бы не заметила бы. А этот макияж с палеткой Jeffree Star Star Ranch я буду делать максимально традиционным, нюдовым. Насколько вот у меня получится с ней воссоздать подобный образ. Но прежде чем наступит этот момент нанесения, я хочу пустить за тест новую, для меня новую, базу от бренда NYX. И это у нас HD Studio Photogenic. Она почему-то мне немножечко по текстуре напомнила базу Art Deco. Хотя мне кажется, скорее всего, она окажется все же не совсем похожа на нее. Ну, посмотрим. За тест все покажет, все продемонстрирует. А пока наносим базу. Да, действительно, очень-очень напоминает Art Deco. И даже немножечко напоминает праймеры Potion Original и Anti-Agent, которые у меня есть в коллекции от Urban Decay. Но! Макияж. Начнем нанесение макияжа с оттенка Yacht Farm, который уже очень зарекомендовал в работе. Хорошо зарекомендовал себя в работе, как наименее пыльный, наиболее гармоничный и наиболее выигрышный для создания каркаса тушевки и для создания также, в принципе, такого затемнения на повседневку. В кадре, кстати, у меня все так же горит эта свечка, которая была в прошлый раз. И это у нас Cliffside Sunrise. И она так офигенно разгорелась, что, скорее всего, я куплю еще элотив. И, конечно же, затемнение в нюдовом макияже будем осуществлять при помощи оттенка Wyoming. База окончательно схватилась и стала прям максимально похожа на базу Urban Decay Original. Ну, даже некий гибрид, я бы сказала, по плотности она как арт-деко, а по такой пластичности и застыванию она больше похожа на Urban Decay Original. Кстати, оттенок-то, Wyoming, вполне неплохо растушевывается. Очень даже неплохо. Прям вообще... Не знаю, насколько камера это улавливает, но я вижу, вижу очень равномерную тушевку, очень равномерное затемнение. Прям крутяк, крутяк. Ну, я от Джеффри меньшего не ожидаю. К нему спрос у меня высокий, зная его качество и зная конкурентоспособность формул его теней. Ну, идеально, как по мне, просто идеально. С другой стороны, нюдовые тени создать фиговыми, это очень сложно. И тут, кстати говоря, опять же, здравствуй, Джеффри Станн, и здравствуй опять нюдовая его палетка, которая его также еще и зашкварила нехорошо. Так, возьмем какую-нибудь плоско-пушистую кисточку. Нижнее веко тогда я также продублирую оттенком Wyoming. И пыльность умеренная. Ну, просто шикарные тени. И на подвижное веко буду наносить оттенок Open Ranch, который был в прошлом макияже. И мне он очень-очень понравился. Настолько понравился, что мне хочется его еще раз испробовать в более нюдовой такой версии. Посмотреть, какой нюд с ним может быть. Вот именно по классике, что вот так вот. Прям классический, приклассический, шоколадный нюдец. Очень хорошо. Он уложится мягко и не осыпается практически, ну, совсем минимально там что-то есть, совсем капельку. И ложится ровно. И при этом вы учтите, что здесь база зафиксированная. Никакой липковатой подложки под собой тут нет. Но во внутренней тогда путем исключения нанесу оттенок Star Creek. Раз он в первом макияже был на подвижном, в этом макияже пусть он будет во внутреннем. Тем более, помаду я к этому макияжу хочу подобрать максимально тепленькую. Ну вот как-то так. Вообще классика. Причем, если бы я поменьше выкомментировала бы все это в кадре, это также получилось бы в работе буквально минуты, наверное, две. Офигенно. Ну что, докрашу второй глаз тогда. Уберу осыпание. Они настолько мельчайшие просто. Я думаю, что сможем в легкую все это уберу. Нанесу на губы помаду и вернусь к вам, продемонстрирую полный образ. На губах у меня помада от NYX. И это у нас та самая топовая формула, супер расприаренная, супер известная Shine Loud. И у меня она в оттенке Rebel in Red. И вот какой образ сегодня с палиткой Джеффри Старо у меня получился. Этот макияж вы можете созерцать в моем ролике, который сравнительно недавно выходил и назывался он «Фавориты разочарования осени». Там вы можете посмотреть, как он выглядит чуть поодаль, когда свет прям вот в глаза не бьет и дико не слепит, да, и когда нужные тени уже падают от ресниц на глаза, да, и так сильно не выбивают мой родной цвет глаз, когда это немножечко более приближенно к реальности выглядит. Апдейт по носке макияжа после 9 часов носки. В принципе, очень даже не дурно. Очень не дурно. Но есть маленький косячок. Маленький совсем косячок. Еле-еле заметный. Вот, мне кажется, очень похожая ситуация была как раз-таки вчера с макияжем. Ну, вообще, прямо невесомые какие-то нюансы, которые действительно вообще даже камера, мне кажется, не словит. Настолько они вообще незаметные. Наверное, чтобы поскорее отмахнуться, я вкратце расскажу свои очень странные взаимоотношения с тушью от бренда «Джеффри Стар», которую я приобрела в коричневом оттенке. И он просто называется «Браун». Как есть, так и называется «Браун». Очень красивый футляр. Офигенная упаковка. Между прочим, этот карабинчик здесь отцепляется благополучно. И можно вообще спокойно пользоваться тушью. Офигенное оформление. Мне очень нравится дизайн. Название, конечно, и весь концепт. Ну, это как бы «Джеффри Стар» во плоти. Мне нравится сама тушь. Как ее щетка, так и формула. Удобная, классная. Прокрашивает равномерно. И она уже той самой консистенции. Когда ты берешь, просто прокрашиваешь ресницы. И все сразу сходу получается. Знаете, вот традиционно, как во многих люксовых тушах. За что многие любят люксовые туши. Им банально не нужно давать время на то, чтобы раскраситься. Их просто берешь и сразу же красишь так, как надо. И здесь максимально идентичная такая же формула. Тушь коричневого цвета. На ресницах пока она свежая, до конца не схватившаяся. Она обладает таким легким теплым коричневым подтоном. Когда она схватывается полностью, она становится чуть более такой интенсивно коричневой. Красивый цвет, очень классный. Я знаю, многие девушки любят коричневые туши для ресниц. И мне кажется, вот как раз у Джеффри Старо очень классная щетка и классная формула. Но для меня здесь выявлены были очень веские, но в связи с которыми я не могу пока что даже краситься ей на регулярную основу, к сожалению. Она у меня в процессе носки время от времени осыпается. Причем форма, насколько я поняла, это влагостойкая, как у той же самой Sky High от Maybelline. То есть это что-то типа того. Но у Sky High как бы тема такая, что у меня ничего никуда не течет, не осыпается. Железобетонно держится, даже не отпечатывается на нижние веки. Хотя у меня есть такой косяк. А с этой тушью у меня все просто-напросто осыпается. Ну, в общем-то, вы видели сами по тест-драйву, по чек-ину в конце дня. И ладно, леший с ним, если это было один раз. Но я постоянно потираю ее в течение дня. Постоянно в течение дня убираю все эти хлопушки, которые скапливаются на нижние веки у меня. Постоянно приходится смотреть в зеркало, проверять, как я выгляжу вообще и что с тушью моей. И это раздражает. И это продолжалось у меня не один день. Я выгуливала тушь раза три. И все три раза ситуация была идентичная. Короче, я не знаю, я в будущем буду дальше выгуливать, но я так думаю, скорее всего, в будущем вы ее вряд ли где увидите у меня, кроме как в итогах зимы. Фавориты разочарования зимы. И там я уже смогу про нее совершенно сформулированно, осознанно сказать, нравится или нет. А вот с палеткой Star Ranch у меня сложились очень-очень теплые, дружественные и крайне-крайне доверительные отношения. Скажу так, у меня глаза склонны к чувствительности. И я хоть и смотрю на релизы Джеффри Стара, побаиваюсь его покупать. Потому что, не дай бог, у меня все это попадет с листой, как у многих девочек, вызывает раздражение, красноту и вообще будет жесть. А с учетом того, что у меня с годами они стали еще более чувствительными, ну как-то рисковать вообще прям страшно. Вообще прям я не хочу. О здоровье своем нужно думать все же в первую очередь, поэтому все же нет. Но так уж вышло у меня в жизни, что эту палетку я очень давно хотела и думала над тем, что несмотря на то, что может быть здесь что-то пойдет не так, я все равно ее хочу купить. Она по гамме полностью моя-моя. Вот как вот я вот вижу эти все макияжи. И мне так повезло. Мне на день рождения моя подруга Маша подарила эту палетку. Маша, если ты мне смотришь, я надеюсь, ты меня смотришь, блин, елки-палки, передаю тебе огромный теплый привет и огромное благодарность за эту прекрасную восхитительную палетку. Палетка шикарная. Во-первых, конечно, у нее очень красивое оформление, у нее очень красивый такой коробочка-кейс изначально, в который она приезжает. Такая красивая розовая деревяшка там выжжена. Джефри Старр. Очень красиво смотрится. А сама она вот такого вот цвета, в общем-то, с голубым небом. И внутри тоже вот эти пистолеты розовые на зеркале. Очень классный принт. И сама она очень хорошо собрана и гармонично скомпонована. Скажу так, что здесь все же мне показалось, формула немножко даже лучше стала, чем, например, была в палетке, ну, вот из тех, которые у меня были в руках, которые есть у нее в коллекции Джефри Стара. Это Эллен и это Мини Брейкер. Вот здесь как бы мне показалось качество все же получше. Что матовых, что сияющих и даже более интересные. Даже в том же самом Мини Брейкере более классическая формула сияшек. Красивые, масляные такие, плотные, роскошные. А здесь даже один оттенок-то, даже не один. Тут прям вот, знаете, нюд солидный, интересный, как раз-таки изюнистый нюд. И мне очень понравилось работать с палеткой. Матовые оттенки, вот эти вот два нейтральных, это просто сказка. Просто сказка сказочная. Тушуются просто, сами себя тушуют. Боже, я такого удовольствия в работе давно не испытывала, мне кажется. Что-то как-то вот я постоянно то так, то сяк. Вот вроде все хорошо, вроде все как бы неплохо. Да, видимо, уже навык тушевки немножко прокачался. Но когда ты берешь, даже с прокачанным навыком тушевки, какие-то классные, особенно крутые тени в руки. И ты понимаешь, насколько невероятно все получается. Просто понимаешь, господи, вот это так и надо. Вот это просто сказка, вот это просто волшебство. И здесь я это волшебство с лихой нашла. Оттенок Yak Farm матовый. Он сам себя наслаивает, сам себя углубляет, тушуется левой ногой и подходит прекрасно в дневные макияжи, как вы видели, собственно, по первому макияжу из этого ролика. Оттенок Wyoming, он очень шелковый. Он вообще ни разу не сухой и при этом не пятнящий, но плотный. Можно как набивать его, так и подтушевывать. Он просто восхитительный, темный, шоколадный оттенок. Оттенок Grand Prismatic. Нюанс с ним есть. Он тинтует немного века в голубой цвет. Я с тем макияжем проходила целый день, и у меня все же на складке образовалась некая такая голубая прореха. Но это не какой-то прямо страшный-престрашный тинт, когда ты на следующее утро думаешь, чем это замазать, чтобы, не дай бог, это было не видно. Из сияющих оттенок Winter Wind. Он очень плотный, роскошный, прям темный-темный. Я тут шлифанула, попробовала сделать его вместе с темным оттенком, с Wyoming, и получились вполне себе такие неплохие комбинированные смоки. Мне понравилось, что вышел. Очень такой прям темный, интересный макияж вышел. Плотный, хороший такой сливочный, бархатный такой оттенок. Вот действительно такой темно-синий бархат. Он и тактильно мягкий, хороший. Оттенок Ole Jeff, как это читается, с апострофом. Вот он меня немножко смутил поначалу, потому что я думала, что это классическая формула Металлика и Джеффри Старн, но, как оказалось, это полутоппер, полушиммер. Для топера он, как оказалось, недостаточно прозрачный все-таки, все-таки. Его можно наслоить до более плотного состояния. И для шиммера он немножечко более такой полупрозрачный. Но при этом, знаете, вот на грани. Можно наслоить, также можно поверх топером пустить. Основной интересной чертой этого оттенка для меня стало такое приятное открытие, то, что в нем есть искристые такие сияющие микро-микрочастички фиолетового цвета, которые при определенном освещении в макияже дают красивый, такой еле видимый, еле уловимый, полупрозрачный, нежный фиолетовый блик. Это так красиво, это очень-очень мило и красиво. И действительно, с учетом того, что это такая повседневная нюдовая палетка, этот оттенок меня этим безумно поразил. Я же люблю фиолетовый, я обожаю фиолетовый. А этот оттенок просто сказка. Хотя поначалу мне показался он немножко странноватым. По факту он очень клевый цвет. Оттенок Casper MTN. Он сейчас у меня нанесен в внутреннем углу глаза. Покажу сейчас чуть покрупнее этот макияж, который сейчас на мне. Прям классный цвет. Это я удивлена. Он такой плотный, такой прямо роскошный, красивый. И знаете, в работе с ним вообще проблем никаких нет. Восхитительный цвет. Это очень красивый потон. Это не выглядит как-то дешево и стрёмно. Это очень красивый, солидный, роскошный, изюмистый оттенок. Оттенок Star Creek зелёный цвет. И у него есть такая еле уловимая, такая жёлтенькая нотка в себе. Также безумно красивый оттенок на повседневку. Такой сливочный, шёлковый. И сам себя наносит просто на подвижное веко. Ну, кстати, в сторону маленьких нюансов стоит упомянуть, что All Eye немножечко засаливается в рефиле всё же. Хотя, ну, красивый цвет. Вот он у меня как раз сейчас на подвижное веко нанесён. И Open Range это шёлковый. Он, кстати, по текстуре похож немножко на Winter Wind. Ничего из этого не кукожит в веко. Наносится прекрасно, тушуется восхитительно. Осыпание минимальное. Глаза не раздражают. Тинтует только один и то не супер сильно. Ну, что я ещё могу сказать? Я в восторге. Я просто в полном восторге от палетки. Это вот тот самый нюд, который ждали от Джеффри Стара. И мне очень странно, кстати, показалось, что эта палетка прошла как-то очень уж тихо у Джеффри Стара, потому что, ну, как бы у него все запуски проходят так громко, так с помпой, красиво, роскошно, так прям праздник-праздник. А тут как-то всё так это прошло тихонечко. Насколько я помню, она изначально у него выходила в боксах, которые у него выпускались на сайте. И лишь потом, спустя какое-то время, он решил наконец их зарелизнуть. И я смотрела вот те самые анпакинги у других блогеров и понимала, что, блин, какого фига, почему он не пускает эту палетку в прямую продажу? Что, с ума сошёл, что ли, старик? Давай её пускай. И он её выпустил. Он её выпустил. Я очень рада этому. Офигенная палетка. Действительно, она оправдала все мои ожидания. А ожидания к бренду Джеффри Стара у меня, как правило, высокие, потому что я знаю качество его теней. Я люблю качество его теней, но я боюсь качество его теней, потому что, как я уже выше говорила, девочки многие ругаются на его тени, потому что они очень сильно разъедают глаза. И это был основной момент, почему я побаиваюсь покупать его тени. Вот, в общем-то, и всё. А так, мне очень нравится качество, и он меня здесь не подвёл. Я в полном восторге осталась. Вы видели все макияжи. Я надеюсь, смогла стать для вас немножко информативно, наглядно, или же полезно, или же сумела помочь определиться с покупкой. Если это так, ставьте лайк, оставьте мне, пожалуйста, комментарий в поддержку моего канала, и, конечно же, подписывайтесь на мой канал. В ближайшем будущем будут выходить распаковки адвент-календарей, тематика про свечи новогодние, про разные празднества, может быть, получится даже ещё один новогодний влог, такой полувлог под снятие, очень на это рассчитываю. Поэтому не теряйте меня, подписывайтесь, и увидимся с вами снова, через два дня на третий, как всегда. С вами была Саша, и спасибо за внимание, всем пока-пока.